всем привет в эфире дети большого толка программа с интересными фактами яркими сюжетами и путешествиями весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса считаете что знаете все или почти все о нашей планете сильны в биологии географии и любите факты об окружающем мире наша программа отличный способ чтобы проверить себя смотрите и не переключайтесь как будет выглядеть мир если исчезнут пчелы представляете себе что из супермаркетов исчезнет мед и только на самом деле все намного хуже если исчезнуть пчелы не станет фруктов ягод яблок груш персиков клубники останутся только бананы их опыляют летучие мыши без пчел исчезнут не только фрукты но и овощи огурцы помидоры перец орехи и сухофрукты пропадет кофе даже картофель протянет недолго нельзя бесконечно сажать разрезанные клубни время от времени нужно получать семена а для семян нужны пчелы а еще без пчел исчезнут лен хлопок а значит джинсы и футболки и что у человека останется продукты которые мы получаем от растений опыляется ветром в основном это злаки рожь пшеница рис кукуруза но и на этом потери не становятся без пчел невозможна жизнь коров ведь для качественного сена нужны луговые цветущие травы значит без пчел мы попрощаемся с молоком сметаной сыром и йогуртом в общем пчелы удивительные существа которые просто живут о своей деятельности кормят весь мир творят добрые дела сами того не зная поэтому мы начнем наш выпуск именно с них тем более о пчелах можно многое сказать мы знаем что они жужжат опыляют цветы дают вкусный мед и надо жалят и еще у них красивая полосатая одежка об этих удивительных существах можно рассказать много интересного вы знали что пчелы собирали нектар и пыльцу задолго до появления на земле первого человека это очень древние создания несколько лет назад ученые обнаружили кусок янтаря застывший в нем пчелой который около 100 миллионов лет то есть эта пчелка когда-то летала рядом с динозаврами благодаря пчелам на нашей планете так много цветов самые древние растения на земле прекрасно размножались спорами как папоротники например а вот с появлением пчел которые занялись опылением быстрее стали распространяться цветущие растения у этих насекомых два огромных красивых глаза по бокам головы каждый состоит из тысячи микроглаз которые вместе дают детальное объемное изображение и еще три небольших глаза расположены на темени пчелы как и мы различают цвета но не все желтый синий видят хорошо а вот красный не распознают он кажется им темно-серым зато они воспринимают ультрафиолетовые лучи они готовят мед по особой технологии чтобы из нектара получился настоящий целебный вкуснейший мед нужно около четырех недель как это происходит пчелы удаляют из нектара лишнюю воду добавляют ферменты специальные органические кислоты и затем мед созревает в ячейках которые плотно запечатаны крышечками из воска вы думаете полезен только мед чилиный яд например используется медицине поэтому если вас укусила одна пчела слишком переживать не стоит опасаться стоит только если у вас аллергия на пчел несмотря на то что у пчелы много глаз она может различать всего несколько оттенков спектра какие же желтый синий зеленый и сине-фиолетовые цвета красного цвета для пчел не существует его они видят также как и черный кстати плохое зрение пчел компенсируется их прекрасным обонянием они прекрасно определяют запахи цветов и могут определять какие цветки уже опылены другими пчелами и не требуют их визита пчелы как и многие другие насекомые видят мир будто в замедленной съемке быстрые движения которые мы воспринимаем расплывчатыми пчелы в любой момент воспринимают совершенно четко поэтому когда мы отмахиваемся от пчел они легко уворачиваются в улье пчелы создают специальное вещество прополис это антисептик от микробов и вирусов так они очищают пространство и предотвращают болезни люди тоже пьют пчелиный прополис в лечебных целях в одном улье живут до 60 тысяч пчел у всех есть свои обязанности эти насекомые обладают удивительной системой общения они передают друг другу информацию при помощи танца пчелы все время трудятся до 1 пчела в своей жизни производит всего около половины чайной ложки меда чтобы произвести килограмм меда пчелам нужно посетить около двух миллионов цветов и прилететь расстояние эквивалентное четырем оборотам вокруг земли пчелы могут летать со скоростью около 24 километров в час а их крылья бьются примерно 200 раз в секунду у пчел есть пять глаз три простые глаза которые помогают им ориентироваться в пространстве и два сложных глаза позволяющие им видеть формы и цвета цветов за свой образ жизни пчелы считаются символом усердия порядка трудолюбия во многих странах они ассоциируются с работой созидание сотрудничеством а еще с добром и золотом по статистике школьники чаще всего отвечают родителям ок норм и подростки не особо любят разговаривать хотя на многое у них есть свое мнение узнать его а также ответы на многие вопросы можно в нашей программе в рубрике опрос что будет если отменят летние каникулы я думаю что учебная программа сократится на пару лет потому что в голову учеников будет поступать больше знаний из позитивного стоит выделить в первую очередь то что но это конечно с точки зрения взрослых что дети будут гораздо меньше сидеть в телефонах нежели 24 на 7 летом за место лета будет зима то есть как в лето было большие каникулы то есть и зимой будут большие каникулы если отменят летние каникулы то учеников не будет того самого времени года которого они будут ждать поскольку будет намного больше уроков а отдыха совсем мало то психика детей будет портиться и психологов в школе понадобится больше расстроиться учителя им надоест работать потому что они разлюбят детей я думаю если отметить летние каникулы будет прикольно добавить такие предметы как плавание баскетбол или волейбол также будет круто ходить своими друзьями из класса в летние походы там можно получить очень много нужной информации если отменить летние каникулы дети не смогут приходить в новой одежде с букетами цветов на 1 сентября то есть отменить линейку и не будет праздника я думаю что у детей рухнут все летние планы потому что не будут больше времени проводить в школе все будут очень сильно плакать нальют ведро слез а этот день просто пишут в учебнике истории как самый трагичный день на земле кошки это просто чудо природы вы знали что они не потеют так как мы вместо этого не разработали свою собственную систему охлаждения представьте себе у кошек из специальной подушечки на лапках которые могут потеть когда кошки жарко и есть сразу становится легче знаете ли вы что трава умеет поджигать сама себя чтобы устраивать лесные пожары да такой хитрый механизм борьбы с деревьями просто деревья закрывают солнечный свет и не дают траве расти поэтому в жаркую погоду она высыхает начинается пожар лес погибает а трава отрастает заново у луны не идеально шарообразная форма на самом деле из-за гравитации земли она похожа на яйцо который указывает в сторону нашей планеты но из-за того что мы видим только одну сторону луны мы этого не замечаем а еще на луне происходят очень сильные колебания температуры ночью там минус 173 градуса а к полудню столбик термометра поднимается до плюс 127 градусов гравитация луны составляет лишь 17 процентов от гравитации земли это значит что если на родной планете вы весите 70 килограммов то на луне ваш вес составил бы всего 12 килограммов нам кажется что солнце и луна одного размера но представьте это всего лишь иллюзия солнце в 400 раз больше чем луна но она и находится в 400 раз дальше от нашей планеты такое вот совпадение почему те миллионы звезд что существует в космосе не освещают все вокруг мы не видим многие из них потому что они существуют недостаточно долго чтобы их свет смог достичь земли космонавты теряют в космосе около одного процента мышечной массы в месяц чтобы этого не происходило они должны тренироваться каждый день поэтому на космических кораблях обязательно есть спортзалы все видели как змеи сбрасывают кожу но знаете ли вы что кожа человека тоже полностью меняется только постепенно она обновляется каждые 27 дней большинство людей в течение жизни меняют кожу около тысячи раз что они не умеют делать крокодилы не умеют дышать под водой несмотря на то что крокодил большую часть времени проводит в воде крокодилы не умеют дышать под водой но зато они могут надолго задерживать дыхание на два часа на сегодня это все но наша программа уже работает над новым выпуском в нем вы узнаете много интересного о нашей планете и космосе как отличить настоящий жемчуг от искусственного как быстро успокоить дыхание и как работает наша память а еще интересные факты о луне любите науку это здорово мы желаем вам отличного настроения и такой же погоды учитесь готовить помогайте старшим защищайте младших и смотрите нашу программу ведь мы стараемся для вас